Альтернативный метод задания булевых функций представляют булевые схемы. Здесь я опять даю англоязычную терминологию там, где она существенно неочевидна. Схема в этом смысле по-английски называется circuit. Очевидным образом происхождение термина апеллирует к тому, что булевые схемы абстрадируют конструкцию электрических схем, которые состоят из элементов, по-русски элементы часто называют вентилями, по-английски элементы называют gate, и, собственно, проводов, которые соединяют эти элементы. Наружный взгляд на булевую схему такой. У нас булевую функцию вычисляет черный ящик. У ящика есть k входящих проводов, которые помечены x1 и так далее, xk, и один выходящий. Который помечен, собственно, f от входа. Если по проводу идет ток, это единичка. Если ток не идет, это ноль. Ну и этот черный ящик вычисляет функцию f, если для любой комбинации токов во входящих проводах ток в выходном проводе кодирует значение функции f на соответствующем входном векторе. То есть токи во входящих проводах моделируют входной вектор, а ток в выходном проводе кодирует f на этом входном векторе. То есть вот у нас есть такая модель вычисления булевой функции при помощи электрической схемы. Теперь попробуем посмотреть, что должно быть внутри черного ящика. Внутри черного ящика находятся элементы, которые соединены проводами в определенном порядке. Между собой, со входами схемы и с выходами схемы. Каждый элемент это в свою очередь маленький черный ящик. Например, маленький черный ящик может быть какой-нибудь диод. Маленький черный ящик, который реализует некую функцию полной системы B. То есть у нас есть некая маленькая полная система, как мы обычно используем, например, в формулах. Она называется базой. И каждый элемент в большом черном ящике вычисляет какую-то функцию базы. Внутрь элементов мы уже не лезем. Это такие маленькие черные ящички. Реальный пример вот таких элементов это, скажем, реле в дверном звонке или диоды в электронных часах. Это реальные физические устройства, которые играют роль элементов, вентилей, схемы. У нас математический курс, поэтому мы рассматриваем идеальные элементы, мы абстрагируемся от физических сущностей. Нам важно, что у нас есть элемент, который вычисляет некоторую функцию из базы. Ну, пример такой схемы, их обычно изображают в виде графов, а циклических, потому что ток течет. Вот пример схемы, которая задает функцию большинства от трех аргументов, x, y, z. Ну, функция большинства должна быть равна единице, если хотя бы два аргумента равны единице, поэтому понятно, что альтернативно функцию большинства можно задать при помощи вот такой DNF. Чтобы хотя бы двое проголосовали за, нужно, чтобы либо первые двое проголосовали за, либо первый и третий, либо второй и третий проголосовали за. Понятно, что эти две функции эквивалентны. Соответственно, мы можем записать, вот эту формулу задает T2, и мы можем записать вот таким образом. Входы x, y, z это переменные. Выход соответствует функции. На первом уровне схемы у нас есть три элемента, которые вычисляют конъюнкцию. Им соответствующим образом подаются на входы то, что тут есть. x, y и z, соответственно, есть ток или отсутствие тока. Параллельно подается на несколько элементов. Это нормально для схемы. После этого выходы этих трех элементов подаются на вход элемента, который вычисляет дизъюнкцию всех выходов. И эта самая дизъюнкция является результатом. Значит, вот пример булевой схемы. Это уже похоже на какие-то реальные вычисления. Электрические, но где электричество, там понятно, что можно на электронных компонентах вычислять. В рамках чипов и так далее. Все же основано на электричестве. Потом давайте посмотрим, как же там устроено вычисление. Особенное удобство булевые схемы дают, когда мы вычисляем булевый вектор функции. Вектор функции отличается от обычной функции тем, что у нее не только аргумент вектор, но и у нее и значение тоже вектор. Какого-то другого размера. Ну, например, что такое сложение двух n-битных чисел? Это функция, мы обозначим ее addn, у которой на входе вектор длины 2n, первый n-бит которого у нас обозначает первое слагаемое, второй n-бит обозначает второе слагаемое. А результатом является битовый вектор длины n плюс 1. Ну, потому что число, которое вы получили, может быть на 1 бит длиннее. То есть вот такая функция. Но при этом, если мы захотим записывать такую вектор-функцию формулами, нам придется записывать по одной формуле на каждый выходной бит отдельную формулу. А в случае схемы мы просто можем указать в этой схеме m выходов вместо одного. Так у нас был один элемент схемы, выходной провод которого отправлялся на выход. Так у нас будет m элементов схемы, выходные провода от которых будут идти на выходы в нужном нам порядке. Соответственно, схема будет одна. Это гораздо удобнее. Давайте в качестве знакомства с булевыми схемами и с вычислениями научимся вычислять вот эту самую функцию. Сложить два n-битных числа. Значит, пусть у нас есть n-битное число а такое, n-битное число b вот такое. Числа в двоичной записи, левый бит старший, ведущие нули разрешены. Ну, как обычно у нас происходит сложение. У нас числа, в общем-то, выровнены по формату типа, который используется. Хорошо, значит, эта функция, add n, должна такой вектор преобразовать вот в такой вектор, где число s с такой двоичной записью является суммой чисел a и b. То есть нам надо схему, которая вот это будет вычислять. Чтобы состроить схему, нам все равно нужны формулы, нужно понимание, при помощи каких формул мы будем вычислять вот это. Все, собственно, биты. Давайте вспомним, как организовано сложение столбиком. Там надо складывать циферки в соответствующих разрядах и не забывать про перенос. То есть складывать циферки и при необходимости складывать с переносом, если он был, генерировать перенос. В следующий разряд, если его надо сгенерировать и так далее. То есть основное в сложении столбиком является оперирование переносами. Введем вспомогательные булевопеременные, рабочие, да, то есть не будут, они не являются входными. Просто по факту в схеме это будут обозначения промежуточных результатов, вычисленных в некоторых элементах схемы. Вот возьмем эти вспомогательные переменные, которые соответствуют переносам в соответствующие разряды. Ну, я написал их с запасом от cn до c0, поскольку у нас есть разрядов. Но при этом надо сразу заметить, что c0 это 0, то есть он нам никогда не понадобится. Потому что 0 разряд здесь это просто результат сложения a0 и b0 по модулю 2. Как обычно, по умолчанию сложение как булевая операция, она по модулю 2. Вот, давайте поймем, как устроен перенос в it-разряд. Я утверждаю, что это функция большинства, взятая от цифр предыдущего разряда и переноса предыдущего разряда. Тут вопрос, почему, помечен, что это как бы вопрос к вам, но давайте мы все-таки обратим внимание. Что такое, что перенос сгенерирован в предыдущем разряде? Значит, результат сложения в предыдущем разряде оказался больше, чем максимальная цифра. Как у нас обычно при сложении столбика. Максимальная цифра у нас 1. В предыдущем разряде, где мы складывали цифры слагаемых и имевшийся перенос, если он был, у нас получилось больше в сумме, в обычной сумме. Получилось больше, чем единица. Но что такое t2? Это говорит, что для трех аргументов, что тут хотя бы 2 бита единицы. Ну и это как раз эквивалентно условию, что у нас при сложении вот этих значений получилось больше, чем единица. Поэтому функция большинства. В этом разряде, когда мы складываем, мы получаем вот такую сумму. То есть мы берем по модулю 2, складываем и t биты слагаемых, и вот это, и t перенос. Получаем то, что надо писать в этом разряде. Вкладываем по модулю 2. Если эта сумма больше единицы, то у нас по этому правилу сгенерируется перенос в i плюс первый разряд. Ну а в n в самом старшем разряде, там уже соответствующих битов у слагаемых нет, там просто перенос. Условные эти a, n и b, n равны нулю. Поэтому просто перенос. Хорошо. Мы поняли, как это вычислять в виде битовых операций. Давайте поймем, насколько это сложно. Итак, наш алгоритм выполняет количество операций, которое пропорционально длине записи этих чисел. Ну и в общем, так делает любой разумный алгоритм сложения n-битных чисел. Но тем не менее, вот здесь мы впервые сталкиваемся с таким интересным нюансом. Не все алгоритмы, которые выполняют сложение n-битных чисел за θ от n операций, они одинаково хороши. С точки зрения реальных вычислений. А именно, булева схема, это у нас ациклический орграф. А электрический ток способен течь по проводам параллельно, давая физическую возможность параллельного вычисления значений в разных узлах схемы. То есть вершинах графа. То есть мы можем получать одновременно значения в разных вершинах графа. То есть время работы будет определяться не количеством узлов в схеме, а глубиной схемы, то есть максимальной длиной пути от входа до выхода. Условно говоря, мы считаем, что чтобы вычислить одно значение, нужен один тик. Но при этом за этот один тик можно вычислить некоторое количество значений параллельно. Мы не можем последовательно. То есть мы можем при параллельных вычислениях использовать те значения, которые нам известны уже после всех предыдущих тиков. Но значения, полученные на данном тике, можно использовать только на следующем. Соответственно, тогда понятно, что число тиков равно глубине схемы. Вот, так алгоритм, который мы привели, он плохой. Потому что глубина схемы, которая будет здесь построена, она тоже θ от n. Это означает, что распараллеливание вроде бы есть, а выгоды никакой нет. Почему глубина будет θ от n? Ну, потому что, смотрите, каждый цитое вычисляется через ци-1. Значит, у нас есть цепочка длины n в нашей схеме, которая вычисляет переносы. Это означает, что глубина схемы будет n. Плохо. Ну, а значит, в реальных процессорах сложение устроено как-то не так. Давайте поймем как. То есть, то, что я приведу, это, конечно, такой упрощенный вариант схемы, но он дает достаточное представление о том, как это работает в реальности. Итак, значит, мы выяснили, что проблема сложения столбиком состоит в том, что мы последовательно вычисляем переносы. Если все переносы известны, то все биты и ситое мы можем вычислить параллельно за один шаг. Потому что каждый бит и ситое вычисляется суммированием аитое, битое и цитое. Все, если мы переносы знаем, мы это все можем параллельно вычислить. Значит, нужно что-то поменять в вычислении переносов. Для этого надо посмотреть на переносы более пристально. Рассмотрим, как говорят, эволюцию переносов. Мы говорим, что в разряде и порождается перенос, или разряд и порождает перенос. Если цитое, перенос в итое разряд, он нулевой, а ци плюс первое, перенос в следующий, в старший разряд, он равен единице. Но если перенос в итое разряд это ноль, а перенос в и плюс первый появится только если сумма аитова, битова и цитова больше единицы, то есть чтобы было что переносить, то это означает, что аитэ равно битэ равно единице. То есть конъюнкция равна единице. Ну и более слабое условие. Говорят, что разряд и сохраняет перенос, если и ты перенос единица, и плюс первый перенос единица. Это означает, что и плюс первый перенос единица, опять сумма аитова, битова и цитова больше единицы. Цит это единица, значит здесь должна быть хотя бы одна единица, то есть дизюнкция итых бит равна единица. Дальше мы понимаем такую вещь, что итый перенос равен единице тогда и только тогда, когда найдется некий младший разряд, который породил этот перенос, а все разряды промежуточные, между этим младшим и нашим разрядом, сохранили этот перенос. Ну это можно записать формулой. Положим, ПИТ равна дизюнкции итых битов аргументов, ЖИТ равна их конъюнкции, когда ЦИТ можно записать таким образом. Как я сказал, найдется разряд й меньше и, то есть хотя бы для одного разряда данное условие будет выполнено, значит будет выполнена дизюнкция условий по всем меньшим разрядам. Берем дизюнкцию по всем меньшим разрядам, условие которое написано. Ётый разряд порождает перенос, то есть ЖИТ, а все остальные его сохраняют. То есть выполняется конъюнкция ПК от й плюс 1 до и минус 1. Вот я вот это условие переписал в виде формулы. Что мы теперь получаем? Мы теперь можем вычислить Э до ТН за три шага. На первом шаге вычислить все ПИТ и ЖИТ. Они вычисляются все независимо друг от друга. На втором шаге вычислить по этой формуле все СИТ. На третьем шаге вычислить все СИТ. Когда СИТ знаем, мы СИТ вычисляем как сумму. Получается всего три шага. Ну, значит здесь есть такая оговорка, то есть здесь у нас вентили с неограниченным числом входов. Иногда это возможно, иногда это физически составляет сложность. вот. Но заметим, что если у нас есть вентиль, допустим, дизъюнкция с СН входами, а надо нам в схеме, а физически мы можем только с двумя, но это означает, что мы можем эти входы засовывать в парную дизъюнкцию по парам и за глубину логарифм посчитать дизъюнкцию всех. Но иногда возможно и за один шаг. То есть в принципе в самой жесткой трактовке, если наши физические возможности ограничены операцией для двух аргументов, то это означает, что мы будем вычислять не за три шага, а за логарифм. Но все равно не за М, надо заметить. Если у нас нет никаких физических ограничений такого рода, то шагов ровно три. Давайте посмотрим на пример. Здесь я взял из книжки схему сложения, ну так сказать, более или менее максимальную, которая помещалась на странице книжки. Давайте про нее немножко поговорим. Мы складываем 4-битные числа, а вот у нас входы, а вот у нас выходы. С4 это четвертый перенос и вот С3, С2, С1, С0. Заметим, что здесь как раз происходило именно то, что у нас написано. Итак, заметим, что вот у нас G3, G2, G1, G0, P1, P2, P3. П0 нам не нужен, потому что у нас всегда во всех операциях P начинается с Y1, то есть P0 у нас не может возникнуть. Поэтому здесь мы считаем, видите, P1, P2, P3 как соответствующие дизъюнкции, G0, G1, G2, G3 как соответствующие конъюнкции. Ну, G0 по совместительству это первый перенос, потому что он должен быть в этом разряде сгенерирован, и все, в нулевом разряде сгенерирован, и это будет пустая конъюнкция, то есть истина. Дальше. Давайте посмотрим, что происходит. Например, С2. Как определить С2? У нас есть две возможности. Либо перенос был сгенерирован в нулевом разряде и сохранился в первом, либо перенос был сгенерирован в первом разряде. Вот смотрите на схему. Ситуация, когда перенос был сгенерирован в нулевом разряде и сохранился в первом, это вот эта конъюнкция, G0 и P1. Либо он должен был сгенерироваться в первом, Вот у нас, соответственно, дизъюнкция вот этого условия и условия G1. У нас для C3 три варианта. Значит, первый вариант это конъюнкция G0, P1 и P2. Сгенерировался в нулевом разряде, сохранился в первом и втором. Либо сгенерировался в первом, сохранился во втором. Это вот эта конъюнкция. Либо сгенерировался во втором. Вот мы получаем дизъюнкцию этих трех условий. Это соответствующий перенос. Ну и вот таким образом мы оперируем с переносами. Ну и как мы видим, все суммы, итоговые биты получаются суммированием соответствующих битов. Вот S3 это A3 плюс B3 плюс C3. Плюс соответствующий перенос. Ну и как мы сказали, S4 это просто C4, который мы сосчитали. Эта схема, она достаточно близка к реальной схеме, которую реализует сумматор процессора любого компьютера.